Привет, дорогие друзья! Олег Владимиров, прокатительщик.ру. Итак, к нам приехала новинка, очередная, из Китая, с той самой фабрики, которая производит лодочные моторы Хайди. Но здесь у нас есть абсолютно другой, новый, классный, интересный мотор. Сейчас мы его вам покажем. Самое главное, что мы покажем комплектацию, покажем отличие его от прародителя китайского, и в целом, наверное, какое-то мнение все-таки выскажем. Поехали! Ну а перед началом просмотра этого ролика я хотел бы пригласить нашу техническую группу в наш технический чат под названием 7футов. Заходите в телеграм-канал и там находите в поиске прокатительщик.ру, 7футов, технический чат. Сразу туда подключаетесь и задаете массу вопросов, которые у вас есть. Там чат разбит на большое количество тем, связанных с различными брендами лодок, плюс лодочные моторы, какая-то электроника, рыболовка, путешествия и многое-многое-многое другое. Там вы для себя массу всего полезного найдете. Капитаны делятся там самым главным опытом. Итак, мотор у нас называется тремя прекраснейшими буквами. Это HND. Это у нас китайский мотор с мощностью 40 лошадиных сил и буквами страшными ERTS. Что это означает? Это означает, что у нас мотор 40 лошадиных сил с электрическим стартом, гидроподъемом и еще и на короткой ноге. То есть, в общем-то, применимость сумасшедшая. Это старые казанки, старые прогрессы, рибы современные, которые под короткую ногу уйдут. Возможно, даже волжанки, всякие реалкрафты, винтботы и прочее, прочее, прочее. То есть, мотор реально имеет большой спрос на рынке среди различных водомоторников и лодок. Алюминиевых, пластиковых и даже старого дюраля Made in U.S.S.A. Что же есть у этого мотора в комплекте? Сейчас я вам покажу, как он выглядит и покажем комплектацию. Итак, сейчас мы вскрываем эту коробку и смотрим сразу же, что у нас здесь есть. А здесь у нас в комплекте идет рулевой трос. Идут у нас, как минимум, баудена. Идет даже штурвал. Инструкция по установке. Сразу же у нас здесь есть Дельфин на штурвале. Два красных троса ГАЗ Реверс. Длина 5 метров. Ц33. Made in HLX. Мне, честно говоря, даже страшно подумать, что это за страна такая HLX. Не знаю, но где-то это сделано, короче. Вот. Далее. Здесь сидит то же самое. Написано 5М. Не знаю, что это. Рулевой трос. Качество сложно будет сказать. Но сейчас мы вскроем. Вроде даже есть оплетка. То есть нормальная, абсолютно хорошая оплетка. Здесь у нас пластиковый вкладыш. Смазки надо бы добавить. Здесь сразу видно, что смазки надо добавить. Но это обычная практика для различных тросов. Наконечники на ГАЗ Реверсе идут. И здесь наконечники тоже есть. Хоба. Мотора у нас уже нет. На самом деле у нас мотор уже висит там. Далее. Что здесь еще? Пульт дистанционного управления в комплекте. С стопчикой. Замок зажигания здесь. Сейчас мы его откроем и посмотрим его поближе. В целом напоминает 703-ю машинку от Yamaha. Да и мотор сам по себе напоминает такую копию Yamaha. Здесь у нас идет электрический кабель. Даже с резиночками. Нормальными резиночками. Уплотнительными. Которые не позволяют воде туда попасть. Ну и в общем-то все фиксации. Кабель электрический. Ну что-то нормальное. Стопчика. Два ключа. В общем все то, что здесь есть. Их даже кнопка трима. Вверх-вперед. Далее. Значит топливный бак на 24 литра. Здесь идет в баке идет вентиляция топливного бака. Соответственно здесь у нас показометр топлива. И коннектор. Кто здесь чего его делает. Не совсем понятно. Капасити 24 литра. Что-то там с галлонами связано. Ну в принципе все. Далее пошли разбираться. Здесь идет подкладка под машинку пульта дистанционного управления. Кочерга. И винты крепления пульта дистанционного управления. Так. Топливная груша с коннекторами. Топливная груша. Все на китайском языке. Маркировка 15F 08-01-06-00. Это для тех, кто разбирается в вопросе. Так. Инструкции по эксплуатации. Сразу же на русском языке. Далее идет зип. Сейчас мы к нему вернемся. И здесь у нас идет наверное рулевой редуктор. Давайте смотреть. А я пока полезу за зипом. И посмотрим, что у нас тут есть в зипе. Здесь стандартный набор инструмента. Стандартный набор инструмента. Китайские пассатижи. Китайская отвертка. Ключи. Вороток. Ну какие-то такие вещи. В принципе, это действительно тема очень нужная. И здесь у нас еще болты крепления двигателя. Прокладку я вижу. Шплинт. Шайба. Запасная шморгалка. Ручной старт. И крыльчаточка. Резиновая крыльчаточка для данного мотора. Ну, это минималка. Свечей не видно, кстати. Свечей здесь нет. Ну, может они и не нужны. Так. Более ничего такого нет. И да. То, про что сказали. Рулевой редуктор. Механический. У нас вот с такой вот крышкой. Система крепления рулевого редуктора. И сам по себе рулежка. Очень похоже на Т67. Итальянский. Скажем так, какая-то копия. Ну, в общем, все должно работать. Сейчас мы пройдем к мотору. Но еще раз повторюсь. Вот такой полный комплект представлен в единой коробке. То есть у вас есть рулевой трос. У вас есть троса газ-реверс. Пульт дистанционного управления. Топливный бак. Топливная груша. Кочерга. Комплект крепежа. Запасная крыльчатка. Шморгалка. И комплект инструмента для того, чтобы все это хозяйство может быть даже собрать. А, и штурвал. С дельфинчиком сразу же. Пошли смотреть на мотор. Итак, вот он у нас красавец. Он у нас в таком представлен серебристом цвете. Очень похожем, ну, так, скажем так, издалека на Ямаху. Либо он похож еще на что-то такое. Но это именно двухтактная сороковка. Сейчас откроем колпак и покажем, что у него внутри. Снаружи система гидроподъема. Провода питания, которые сюда подключены. Сразу же означает, что есть реле. Наружный блок это подсос. Коннектор для подключения топливного шланга. Сюда мы заводим всю проводку. Здесь используется товотница для того, чтобы все это смазывать. Гаечка есть. Выходная. Система дифферента настройки. Откидывание. Соответственно, винт черного цвета. В данном случае. И маркировка на винте. К сожалению, пока не скажу какая. Ну, маркировку мы потом посмотрим. И обязательно вставим кусочком в это видео. Что еще хочу сказать. Что мотор, в принципе, вызывает такие приятные цветовые ощущения. Практически галлюцинации. Но, тем не менее, сороковка двухтактная. Еще раз повторюсь. Внешний вид нормальный. Напоминание про некие масла. Перед использованием двухтактного лодочного мотора. Залить бензин, смешанный с маслом в стандартном соотношении. То есть, маркировки на русском языке присутствуют. Поставщик, кстати, заявляет, что на краску идет большущая гарантия. И отличается от других китайских собратьев. Ну, а почему, собственно, и нет. Если поставщик хороший, нормальный в России. Винт, аноды, антиковитационная плита. Далее. Открываем. Давайте смотреть, что же у него внутри. Никаких шумоизоляционных материалов здесь, собственно, нет. Ну, на китайцах, по-моему, они вообще не присутствуют. Внутри мотор представляет из себя стандартную классическую схему. Еще раз повторюсь. Два цилиндра. Один карбюратор. Механический насос. Топленный фильтр. Кстати, мы рассказывали, что этот топленный фильтр, он не совсем одноразовый, но он не разборный, как на Ямахах. Далее. Система охлаждения. Катушки. Электрический стартер. В том числе. Механический стартер. И электропроводка различная, которая сюда все это подводится. Реле-регулятор здесь в целом лучше поставить отдельно. Он присутствует минимальный какой-то, да, но лучше поставить еще один дополнительно отдельно. Вот у нас карбюратор. Сюда подключается у нас троса газ-реверс. Сюда заводится у нас рулевой трос. Шморгулка вот здесь. Сюда происходит подводка пульта дистанционного управления. И, соответственно, управление гидроподъемом осуществляется с дистанционного пульта. Дополнительно кнопок, кнопок дополнительно на раме лодочного мотора управлением гидроподъема нет. Иногда это не очень удобно, но, с другой стороны, вы можете продублировать ту же самую кнопку гидроподъема, например, где-то поближе в рецессе поставить, либо поближе к трансу поставить, для того, чтобы можно было спокойненько поджимать, опускать мотор, находясь уже, например, на берегу. Когда у вас лодка стоит на прицепе, мотор, соответственно, на этой лодке, и вам туда, чтобы в кокпит не бегать, к консоли, там, где у вас пульт установлен, можно абсолютно спокойно с кормы управлять лодочным мотором. Свечи, которые используются здесь, у нас, сейчас мы с вами посмотрим, это, кстати, НЖК. НЖК, ну, по идее, должны быть БР-7, а они есть, БР-7HS, БР-7HS, ну, они есть. Датчик перегрева, то, что я вижу, то есть, в общем-то, наверное, я бы сказал так, что это максимально близкая копия к лодочному мотору Yamaha 40, XW-S, либо XW-TS, они различные были. Так, что хочется добавить еще в конце, значит, первонаперво, что мотор обладает нормально расширенной большой гарантией, это, наверное, один из автоматов-калашников, как говорят, то есть, на рынке этот мотор довольно-таки надежный, даже я про Yamaha говорю, вот, но китайцы постарались сделать такую, как бы, копию, которая, в общем-то, за последние пару лет тоже работает, поэтому для тех, кто пытается сэкономить деньги свои собственные, свой кошелек, могут абсолютно спокойно покупать такой лодочный мотор и, соответственно, вешать его на простые лодки в виде, там, казанок 5М4, там, прогресс, там, четвертых, например, там, еще каких-то вещей, там, где сороковку можно подвесить. Плюс огромный в том, что у вас есть гидроподъем, то есть, нажимая кнопочку на пульте дистанционного управления, у вас этот гидроподъем поднимает мотор и, соответственно, вы можете нормально подходить к берегу, либо там, где-то проходить мелководные участки реки. Второй плюс, это то, что есть электрический стартер, опять же, и, соответственно, добавляет комфорта. А для тех, кто хочет еще больше узнать технических моментов, заходим в наш телеграм-канал, в наш телеграм-чат 7футов, подписываемся на классную, очень мега, суперкрутую группу, связанную с лодочными моторами, и там задаем вопросы, и там мы вам будем все это дело отвечать. Всем пока! Илья Владимировна, проходящий курор.